Как всегда, очень рада видеть вас всех, особенно в такой торжественный день, день рождения нашей Церкви. Я думаю, каждый любит эту Церковь уже и понимает, насколько это приятный праздник для нас. Но мы умеем не только праздновать, но и двигаться вперед, потому что Господь образовал эту Церковь специально для какого-то определенного момента. И мы должны быть готовы к этому моменту, правда? И сегодня у нас будет серьезное слово, несмотря на то, что праздник. Потому что мы хоть и празднуем день рождения этой Церкви, но Бог образовал ее для серьезного, очень серьезного служения. Он радуется вместе с нами, что мы здесь, что мы полюбили, что мы прилепились душами своими. Но полюбили мы не просто общество. Полюбили мы не просто это здание. Нас объединило Слово. Нас объединила идея. Вот в этом объединении мы Церковь, правда? Господи. Поэтому в первую очередь, Слово Бога. Какое Он сегодня хочет сказать для нас. А сегодня Он хочет нас призвать еще к тому, чтобы у нас были одни и те же чувствования, что и в Нем есть. Знаете, Павел сказал в Филиппе 2.5. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы знаете, Он не сказал даже «желательно». Он сказал «должны быть». Это просто не может быть иначе, если мы Церковь. Потому что Церковь Христа, она следует за Христом, правда? Но невозможно за Христом следовать, добрая. Добровольно. Если не имеешь те же чувствования, какие имеет Он. Чем Иисус мотивировал? Что им двигало? Какое чувство привело Его на крест? И не просто на крест, но добровольные страдания. Что привело Его? И не только на крест, но и на желающие страдания. Павел объясняет так. Филиппийцам 2.5.8 Филиппийцы 2.5.8 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Интересное слово «смирив себя». Этот великий царь, всевластный Бог, стал как человек. Смирил себя. И для чего? Для того, чтобы страдать и погибнуть. За кого? За погибающих. За грешников. Прийти на крест, в муках, в страданиях. За кого? За погибающих. За тех, кто Его распинает. Своим неверием. За тех, кто над Ним надсмехается. И надсмехался в самый трудный Его час. Смотрев на Его страдания. А Он в это время за них умирал. За них умирал. Вы понимаете, я хочу подчеркнуть это выражение. Я хочу подчеркнуть это выражение. Какая сила может человеки или в ком-либо двигать на страдания и не желать отмщения? Какой силы может мотивировать человека, чтобы страдать и не желать отмщения? Вы знаете, сказано, что страдания и муки Он принял добровольно. От людей, которые предавали Его добровольно. Какое чувство может двигать и толкнуть на это человека? Как вы думаете? Вы знаете, конечно, что это чувство любви. Но чувство любви, именно Божье. Посмотрите, как объясняет Павел Римлянам 5, 6, 8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, и определенное время умер за нечестивых. Знаете, как тяжело умереть за нечестивого. Вы знаете, как тяжело принимать от нечестивого несправедливые упреки. Страдать от нечестивого. А он умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог своей любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот в чем любовь. За нечестивых людей страдать. Еще и умереть. Может только любовь. Правда? И притом не человеческая, а Божья. Какая безусловная. Человек может страдать, но как? От нечестивых людей. Вы слышали разницу? Можно страдать от нечестивых людей, а можно страдать за нечестивых людей. Мы можем страдать от нечестивых людей, но возможно страдать за нечестивых людей. Люди в основном оказываются на кресте мук, мучений вот таких. Люди обычно страдают от нечестивых людей. И страдают от нечестивых людей. От обижающих грешников. То есть их приводит на крест их собственная боль и собственная обида. И они в муках. Правда? Но у Христа не было личных обид. Не было страданий из-за личных обид. Не из-за того он страдал на кресте, что его не поняли, его не приняли, его предали. Он страдал за тех, кто его предал. Кто его не понял. То есть не за нанесенной личной обиды. Не за нанесенной ему раны. Он страдал за тех, кто погибает, нанося раны. Он страдал за тех, кто умирает, нанося раны. Вы понимаете такую любовь? Вы понимаете, что вот такие чувствования Господь хочет, чтобы были в нас? Вы понимаете, что эти такие ощущения Господь хочет нас иметь? Он страдал для того, чтобы те, которые обижают, нечестивые люди, имели прощение. Он страдал для того, чтобы те, которые обижают, нечестивые люди, имели прощение. Очень тяжело понять такую любовь, если ты испытываешь подобное. Но надо не только понять. Надо иметь эти же чувствования. Понимаете, нечувствование болей. Нечувствование обид. А чувствование любви к тем, кто сегодня тебя обижает, издевается, нацмехается. Истинная любовь умеет видеть сквозь собственную боль и обиды. Ужас, ожидающих страданий того человека, который тебя обижает. Тех, кто сегодня в роли обидчиков. Понимаете? И это делает любящего, страдающим, не за себя, а за него. И это делает человека, который страдает, страдает не из-за себя, но из-за тех, кто его обижает. На фоне возмездия за грех такого человека, твоё страдание — ничто. Вы понимаете? Страх за того человека, который сегодня тебя распинает. Его ждёт такая погибель, что твоё ничто. Поэтому Иисус, понимая всё это, страдал добровольно, и что делал? Поэтому Иисус, понимая всё это, страдал добровольно, и что делал? Ходатайствовал. И что он делал? Он интерседовал. У него ещё была молитва ходатайства, не молитва обиды и боли. Любящее сердце, оно наполняется страданиями. В то время, когда тебя обижают за обидчика. И уста проковаривают, не Господи, а томсти Ему. А Отче, прости им, потому что не знают, что делают. Огонь гнева собственных обид гаснет в любви страданий за человека, который тебя обижает. Притом за благо, за добро. Как Иисус, Он принёс добро, Он принёс благо. За что возненавидели Иисуса? За истину. За добро. За добро. Вы дел хотите побить меня камнями? Он спросил им, за что за злые дела, которые я делал, вы это заслужили? Если вы обижаться, потому что вы делали, вы это обижаете. Но когда за добро и за благо, за истину. Иисус сказал, вы блаженны, если такое терпите. Это чувствование Иисуса. Страдать за тех, кто тебя побивает. Это то, что хотел бы Господь, чтобы было в наших сердцах. Это то, что Он испытывал, когда Он смотрел на Иерусалим. И поэтому Он плакал. Он не жаждал мести, что Его не приняли, Его не признали, Его не поняли. Он плакал. Посмотрите, Матфея 23, 37-38. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. О, Иерусалим, Иерусалим, И камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. Все оставляется Вам дом Ваш пуст. Не во гневе, не в торжестве, Иисус говорил эти слова. Гибнущему Иерусалиму. Он говорил это в боли. И за них пошел на крест. Для того, чтобы у них был шанс восстановить отношения с Богом, вернуться в покаяние. Матфея 23, 39. Ибо сказываю Вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете. Благословен гряды во имя Господне. For I say to you, you shall see me no more, till you say, blessed is he, who comes in the name of the Lord. He gave a chance. But they will see. Хоть некоторое время не будут видеть, но увидят. They may not see for some time, but they will see. Он сказал им, вовек не увидите. He didn't say you will never see. Потому что они справедливо поступили со Святым Божьим. Because you treated the Holy One in an unjust way. Понимаете? Зная о всех отвержениях, как его ожидает, о всех страданиях, которые ему предстоит сейчас испытать, knowing of all the betrayals that he will be going through, all the sufferings that he will have to bear, абсолютно несправедливо. In a very unjust, absolutely unjust way. Иисус плакал. Не за себя. Not for himself. Как часто мы плачем за себя. Что нас не понимают, что с нами так обходятся. But about ourselves, that people treat us unjustly, that they treated in that way. Нас обижают, нас унижают. They offend us, they humiliate us. Он плакал не за себя. But he did not weep about himself. Что его сейчас распнут, убьют своим непониманием, своим неверием. That he will be crucified now with their misunderstanding, with their lack of faith. Еще даже издеваться будут. Он все это знал. And they torment him. He knew it all. And with all that, he wept about them. Лука 19, 41-44. Лука 19, 41-44. И когда приблизился к городу, к Иерусалиму, то смотря на него, заплакал о нем. He saw the city and wept over it. Мои дорогие, мы сегодняшний Иерусалим. My dear, we are the Jerusalem of today. Today the same thing take place. И сегодня в нас не узнают свои же Христа. И сегодня очень часто свои же тебя распинают. Христа в тебе распинают. Плюют тебе в лицо. Издеваются, насмехаются. Но мы должны иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе. Глядя на такой Иерусалим, плакать за него не за себя, не за свои обиды. за Иерусалим. Те, которые не понимают, что делают. И так, он смотря на него, заплакал о нем. и сказал, ой, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. If you had known even you, especially in this your day, the things that make for your peace. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. But now they are hidden from your eyes. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами. For days will come upon you, when your enemies will build an embarkment around you. и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду. Surround you and close you on every side. И разорят тебя и побьют детей твоих в тебе. And level you and your children within you to the ground. И не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. And they will not leave in you one stone upon another because you did not know the time of your visitation. Did Jesus rejoice because of that? This is revenge for you because what you did for me. Did Jesus speak this way? You'll be surrounded. Your children will be beaten. He said that weeping. Не жаждал он возмездие за свои страдания, потому что он их любил. For his suffering, for he loved them. Знаете как? Do you know in what way? He loved them more than himself. If there is not such a whipping in your suffering, means we love ourselves more than the brother or sister. but he loved Jerusalem more than himself. He loved us more than himself. Therefore, he loved us more than himself. Therefore, when he was suffering, he did not threaten. But in the other way, he interceded. For whom? For those who were killing. For those who were nailing him. And being so happy, they separated his clothes. And at the same time, he was praying to the Father and interceded for them. Luke 23, 33-37. And when they had come to the place called Calvary, they were crucified, there they crucified him and the criminals. One on the right hand and the other on the left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And Jesus saw what they did. And they divided his garments and cast lots. And the people stood looking on. But even the rulers with them sneered, saying, He saved others, let him save himself. If he is the Christ, the chosen of God, the soldiers also mocked him, подходя и поднося ему уксус и говорили, если ты царь иудейский, спаси себя самого. Coming and offering him sour wine and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. Как по-вашему? Легко было ему это все видеть? Do you think it was easy for him to see all that? Как возможно было это все снести? How could he bury it all? Не разгневавшись от несправедливости, не желая доказать свою правоту и правду, without desire to prove his righteousness and his truth? Ну, как бы тогда совершилось наше спасение нас? But how then our salvation will come to pass as those ungodly people going through suffering, torment, being spent on at he was interceding. That's the feelings that God wants to see in us, feelings of Christ. распятыми на кресте. Very often people feel themselves being crucified upon the cross. В болях, в обидах, в несправедливом отношении к ним. In pain, in resentment because of their unjust relationship towards them. Можно ли это назвать чувствованиями Христа? Can we call that feelings of the Christ? Многие люди говорят, о, это мой крест, я несу свой крест. Many people say this is my cross, I'm carrying my cross. Разве с таким крестом следуют за Господом? Is that the cross one should follow the Lord? Разве так Господь распинался? Is in that way the Lord was crucified? Они в сущности распинаются крестом собственных обид. They are crucified by the cross of their own resentment. Иисус Христос не нес подобного креста. Christ did not carry such a cross. О нем не говорится, что он шел в обидах. It doesn't say that he was walking filled with resentment. И он не говорил, когда сказал, возьмите крест свой, возьмите свои обиды на себя и пошли. And when he was saying, take up your cross and follow me, he didn't say take the cross of resentment. Матфей 16, 24. Matthew 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, then Jesus said to his disciples, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. If anyone desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. Что он сказал, прежде чем возьмешь свой крест? What did he say you have to do before you take the cross? We have to deny ourselves. И невозможно, не отвергнувшись себя, взять крест. Without denying oneself to take the cross. Только разве что своих обид. Only the cross, if that way, then the cross of your resentment. Потому что не отвергнувшись себя, никогда не будете чувствование Христа иметь внутри себя. Because without denying yourself, you will never have the feelings of Jesus Christ inside of you. Потому что собственные чувствования будут обладать чувствования души. Because your own feelings, the feelings of your soul will be in you. они обладают человеком, его сознанием. Это не чувствование Христа. С крестом собственных обид за Христом не идут. Со своими душевными чувствованиями за Христом не идут. Только отвергнувшись себя. можно очиститься от своих чувствований. От собственных обид, от собственных болей. И начать болеть за тех погибающих нечестивцев, кто сегодня тебя оскорбляет. А это уже значит, что ты понес его крест. Что ты уже не несешь крест собственных обид. А несешь крест заступничества, понимаете? Для того, чтобы благая весть стала иметь спасительную силу, Иисус должен был умереть на кресте. Для того, чтобы нести эту благую весть людям о том, что крест это спасительная сила, мы должны быть распяты, чтобы крест был жив. Понимаете? Мы должны нести на себе благовествование Божье. А благовествование Божье это распятие на кресте. Потому что только это спасение миру. Через крест спасение миру. Через страдание за нечестивых. Сила креста продолжает жить и действовать. Победа Христа на кресте была не в том, что Он сошел с креста и явил свою власть и свою правоту. И показал всем свое превосходство. Странно, но победа Христа была в молчаливом, терпеливом страдании. И в смерти за нечестивых. Как тяжело молча сносить несправедливые поругания. От нечестивых людей за собственное благодеяние и при этом ходатайствовать за них. Чтобы это не вписалось им в грех. Не привело их в ад. Молиться, Господи, помилуй их, прости их. Но победа над злом именно в этом. Победа над злом Иисусом Христом была совершена именно таким образом. Потому что Он за добро свое страдал. И зло победил добром своей любовью. Терпеливо все снеся. Он победил зло добром и нам заповедовал. И не просто заповедовал, дав нам заповедь. Он нам дал силу для того, чтобы мы могли исполнить эту заповедь. Он нам дал силу любви. Римляне 12, 21. Говорится, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вы знаете, что лучшее свидетельство это жизненный опыт. к этому же призывает нас Господь. 1 Петра 2, 21-24. Послушайте, к чему мы призваны. Ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас. К чему-то другому вы призваны. Евангелие для нас сегодня насущно? Сказано, ибо вы к тому призваны. Что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Дабы мы шли по следам Его. Вот что значит следовать за Ним. Как мы умудряемся следовать иначе? Объясните. Евангелие говорит, и жизнь показывает, что следовать за Христом можно только подражая Ему. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах Его. Я думаю, поэтому Его мир и не любил. Потому что если ты будешь льстить и будешь делать такое же зло, как и этот грешный мир, тебя будет грешный мир принимать и любить. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Но предавал, то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Мы призваны идти за Христом. Как сказано здесь следовать за Ним. А Его следы ведут на Голгоф. И Он оставил нам пример любви. Не к себе, а к погибающему. И те, кто наполнены жизнью Христа, имеют в себе Его чувствование. Понимаете? Если у вас еще нет таких чувствований, я не могу сказать, что у вас жизнь Христа. Не могу. не могу сказать, что жизнь Христа в вас. Если у вас еще есть жажда мести за собственные боли и обиды, если вы не плачете за того, кто вас обижает, у вас нет чувствований Христа. Со своими болями, со своими обидами, за нанесенное оскорбление за Иисусом не следуют. Иисус пострадал за нас, а не от нас, хотя мы его до этого довели. Вы что-нибудь слышите? Он пострадал за нас, а не от нас. А мы обычно говорим, что мы страдаем от человека. А мы должны страдать за человека. За какого человека? За нечестивого. Что страдать за праведника? Они праведники, слава Богу. За нечестивых мы должны страдать. Ибо вы к тому призваны, сказано в Писании. Потому что и Христос пострадал за нас. Оставив нам пример, дабы мы шли по Его следам. Хотя на крест Иисуса привели наши грехи. Однако Он страдал за нас. Как бы я хотел, чтобы вы это услышали. Потому что этого хочет Бог. Он это сказал. Это возможно. Только если пребываешь в Его любви, это возможно. Его крест — это крест ходатайства. Его крест — это крест обижающих. За убивающих. За надсмехающих. За живущих во тьме. За тех, кто творит зло и не понимает того. За тех, кто сегодня торжествует во зле. А завтра их ждет ад. Если мы не заступимся. Если мы к Богу будем приходить со своими болями. Они пойдут в ад. А мы предстанем пред Господом с какими глазами. И Он спросит нас. А любишь ли ты меня? Как спросил Петра. Если любишь меня. А я вот умер за них. Как же ты не сделал того же? Как же ты думал о себе? Приносил мне свои боли. Когда твои боли — ничто по сравнению с тем, что они идут в ад. На вечное мучение. Что твои временные, кратковременные непонимания тебя. Почему в тебе не были чувствования Христа? Если ты житель небес. Если ты христианин. Если ты говоришь, что Христос тебе. Что ж, Он в тебе бесчувственный. Или в тебе Он как-то иначе думает, иначе видит. Подумайте об этом. Он нам оставил пример. И предложил нам взять свой крест ходатайства. А не крест страданий, личных обид. И последовать за Ним. И чтобы следовать Его. Вы знаете, куда мы приступили? Как написано Евреям 12, 24. Мы приступили. К ходатаю Нового Завета. И крови крапления, говорящий лучше, нежели Авелева. Почему кровь Нового Завета говорит лучше, чем кровь Авеля? Почему Бог их вообще сопоставил? А потому что кровь Авеля была пролита тоже несправедливо. Безвинно. Потому что кровь Авеля тоже была пролита в непросточном способе. Он был инноцент. И она не вопьет о прощении Каина. Но она не вопьет о прощении Каина. Вы знаете. Я вчера это услышала. И мне стало страшно. Она не вопьет о прощении брата. Она вопьет о том, чтобы отмщение совершилось. Это кровь человека. Кровь запечатлела муки. Знаете? Боль, беззаконие, совершенного против него, когда убивал его Каин. И его кровь сейчас вопьет о том, чтобы отмщение совершилось. В ней нет ходатайства. И прощения Каину в ней нет. А кровь Христа. Вы знаете, мне даже стало жутко страшно. Когда издевались над Иисусом. Его кровь не запечатлела. Убийство не запечатлело. Ни боль, страдания не запечатлело. Его кровь пролилась, как ходатайство, как любовь. Это чудо. Его кровь просто чудо. Его кровь не запечатлела. Не вопьет отомщение. Но покрыло наше беззаконие. Любовью, любовью. Какая должна быть у нас кровь. Иисуса Христа. Даже когда будут убивать. Чтобы она не запечатлела обиду. А прощение и любовь. Умирая, да будет на ваших устах. Прости им. Не понимают, что делают. Когда вам кажется, что вы умираете от обиды. Когда вы думаете, что вы допустили зло. У вас должна быть боль из-за того, который вас обидел. Потому что умирает Он, а не вы. Он умирает для вечности. А у вас временные страдания. Ничто. Понимаете? Кровь Иисуса Христа ходатайствует. Его смерть для нас живет. Такие чувства, они должны быть в нас. За всех тех, кто попал сегодня во власть дьявола. Сегодня ходатай мы. Иисус предложил нам следовать за Ним. Подражая Его примеру. Чтобы мы стали ходатайами Нового Завета. Как был Он и как есть. Впустите в сердце Его чувствование. Но для этого надо отвергнуться себя. Невозможно не отвергнуться себя. И любить Божьей любовью. Обиды души будут влиять на вас. Нам надо умереть для того, чтобы жить. Во Христе. Мы должны умирать, чтобы мы живем в Христе. К нам ко всем. Просто это сегодня Слово Бога. К нам ко всем. Филиппийцам 2.5.15. Это не к филиппийцам. Это сегодня к нам. Сегодня Бог так сказал. Ибо в вас должны быть те же чувствования, Как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, Не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба. А мы боимся принять образ раба. Правда? Что я Ему служить буду? Что я Ему раб? Что я Ему раб? Что я Ему раб? Сделавшись подобным человеком, И по виду став, как человек, Смирил себя. И, как и в любом случае человека, И, как и в виду человека, Он был послушным даже до смерти, Смерти крестной. Посему и Бог превознес его. И дал Ему имя высшей всякого имени. Дабы пред Ним, Пред именем Иисуса, Преклонилась всякая колена небесных, Земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, Что Господь Иисус Христос В славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, Как вы всегда были послушны, Не только в присутствии моем, Но гораздо более ныне, Во время отсутствия моего, Со страхом и таком, И трепетом совершайте свое спасение. Work out your own salvation With fear and trembling. Потому что Бог производит вас. Бог производит вас. Их оттене, И действие, По своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Чтобы вам быть неукоризненными И чистыми чадами Божьими. Непорочными среди строптивого И развращенного рода. В котором вы сияете, Как светило в мире. Сияете? Когда будете сиять? Когда у вас будут те же чувствования, Что во Христе Иисусе. Когда Он получил Славнейшее имя. Когда Он прошел через крест. Когда слава Иисуса Христа На нас сойдет. Когда мы пройдем через крест. А пройдем через крест. Несобственных мук и страданий и обид. А через крест ходатайства. В любви к ближним. Отвергнув себя. Отвергнув свои личные боли и обиды. Но посмотрим другими глазами На тех, кто сегодня прибивает гвозди. На тех, кто сегодня подносит уксус. На тех, кто сегодня смеется вам в лицо. Издеваясь. Поплачьте за них. Не за себя. Не вам должно быть обидно. Вам должно быть больно за них. Вы должны быть в больнице за них. Понимаете? Это любовь Христа. Вы к этому призваны. Вы к этому призваны. Если это в вас не достигнуто. Если в вас не достигнута любовь Христа. Если любовь Христа не достигнута в вас. Как же вы идете в небеса? Небеса, которые являются любовью. Как вы скажете, мы Христовы. Христос в нас. Христос в нас. Как вы явите славу Его. Как вы явите славу Его. Господь призывает вас последовать Его примеру. Господь призывает вас последовать Его примеру. Каждый. Отвергнись себя. Денай себя. Возьми свой крест. И иди за Ним. Аминь. Аминь. Дай Бог, чтобы это был бы аминь в вашей душе. И в вашем сердце. И в вашем сознании. В вашем сердце. В вашем сознании. В вашем сознании. Вы знаете, мне действительно хочется сейчас помолиться за вас. Пока. Господь и Бог. Я очень прошу Тебя. Сегодняшнее Слово. Пусть особенно коснется всех. Помоги каждому, Господь, пойти за Тобою. Последовать Твоему примеру, мой Бог. Понять и сегодня услышать, что значит отвергнуться себя. Достигни их сознание, Господь. Достигни их сердце, Господь. Достигни их сердце, Господь. Я прошу Тебя. Потому что без Твоей помощи это практически невозможно. Но желание пусть будет с их стороны. Пусть они сегодня воззовут к Тебе и скажут, Господи. Помилуй нас. Потому что мы еще столько обижались. Мы столько еще желали мести. Мы столько еще творили беззаконие. И думали, что праведны пред Тобой. Прости нас, Господь. И помилуй тех, на кого мы обижались. Аминь. Аминь.